Народная волна Чикаго. Телефон рекламной службы 847-480-0023. Наш эфир продолжает программа «Радиоблог» с Игорем Цесарским и его замечательные гости. Здравствуйте. Добрый день, Серёжа. Добрый день, уважаемые радиослушатели. Ну, сейчас, я думаю, звук установится. Не хмурься, не хмурься, не хмурься. Это одна из сегодняшних собеседниц. Нахмурилась, потому что звук поплыл, но сейчас всё хорошо. Итак, сегодня 1 апреля. Уже должно быть весело и смешно, хотя мы ничего ещё весёлого не сказали и не пошутили. Так вот, у нас не то чтобы эксперимент, но, по крайней мере, в радиоблоге это эксперимент. Сегодня, помимо заявленного ранее Михаила Гирштейна... Миша, добрый день. Добрый день. С нами на связи ещё и Лена Пригова. Но это не случайно, потому что такая тема, которую мы заявили, без Лены сегодня обсуждаться просто не могла. Поэтому добрый день, Лена. Здравствуйте, здравствуйте. Всем здравствуйте. Вот, итак, мы хотели поговорить о том, что происходит в средствах массовой информации в связи с известными событиями как в нашей стране, так и за океаном в одной из стран, где прошли недавно, а точнее вчера, выборы. И мы мимо этой темы тоже не пройдём. А вот, наверное, Миша для начала озвучит то, о чём мы хотели поговорить, именно применительно к тому, что у нас происходит здесь в Америке. Да, но тут по поводу того, что 1 апреля как раз кто-то пошутил, что сейчас СМИ такие, что никто не может даже понять, это они шутят или это они на самом деле так говорят. Поэтому то, что происходит, мы знаем, что после доклада, после отчёта Мюллера у них опять приехала крыша, потому что сначала у них отобрали почву из-под ног, выбили этим отчётом, а потом они стали рассказывать о том, что сейчас враг номер один у нас это Вильям Барк, генеральный прокурор, потому что он явно что-то скрывает, потому что он не хочет публиковать этот отчёт целиком. И они ему сказали, Адам Шиф и Джерри Недлер, это председатели комиссии в Палате представителей, сказали, что он должен обязательно опубликовать это 2 апреля. Он сказал, что он будет это опубликовать в середине апреля, и 1-2 мая, на первомайские праздники придёт туда выступать перед этими комиссиями. Но Недлер и Шиф стучат кулаком по столу и кричат, что нет, это не годится, давайте всё сюда. А Рэйчел Мэду, одна из главных конспирологов на канале MSNBC, в пятницу тоже очень сильно возмущалась тем, что как же так, вот этот Вильям Барк готовит этот отчёт, всё закрашивает, что там не нужно никому видеть, а вот Нюллер сидит сейчас без работы, бедная, несчастная, а он должен прекрасно, он прекрасно знает, как эти отчёты править, что оттуда убирать, потому что он этим занимался там все свои 77 лет, 75 лет жизни, и в это время, когда она таким своим заговорческим голосом это рассказывала, у неё была бегущая строкана, в которой было написано, что Нюллер будет помогать Бару заниматься этим отчётом. То есть она даже не знала, что у неё там бежит. Ну, она, да, можете не знать. Если позволите, я добавлю, потому что я встала тоже на эту тему. Дело в том, что наши СМИ, это удивительное вообще явление, я как раз занимаюсь анализом средств массовой информации, в силу того, что, в общем-то, я журналист, и мне всегда интересно поведение моих коллег-журналистов, неважно, они говорят по-английски, по-французски, по-русски, по-украински, везде действуют совершенно одинаково. У нас мы отошли от такого понятия, как журналистика, уже давненько, но лет 20 точно, это чистая пропаганда. И Рэйчел Мэддов очень талантливый пропагандист. Если учитывать, что она занимает первое место в общенациональном рейтинге, потому что, если мы берём телеканалы, то на первом месте стоит Fox News, но из всех вечерних телешоу именно телешоу Рэйчел Мэддов находится на первом месте. То есть её аудитория огромна. Но после вот этого скандала, который произошёл, когда опубликовали, когда было сказано, что Трамп, в общем-то, не причастен к российскому следу, Рэйчел Мэддов начала истерить, и рейтинги её программы сразу упали на 15%. То есть это достаточно серьёзные уже материальные потери для канала. Но, как я понимаю, наши каналы абсолютно не сделали никаких ловодов из того, что происходит, и они продолжают истерить. Единственное, о чём я бы думала, я думала, что врагом будет не Уильям Барр, а, в общем-то, сам Мюллер. Сам Мюллер. Это он тоже успеет. Когда опубликуют, он тоже станет врагом. Я думаю, что поиск врагов – это очень важный фактор. Почему? Потому что, опять-таки, это тоже исследование журналистов, очень известных журналистов. Как вы думаете, что лучше всего раскручивается? Что лучше всего продаётся? Энстинология всегда. Ненависть. Ненависть – это то, что в сегодняшнее время кормит все средства массовой информации. Потому что, если мы говорим о печатных средствах массовой информации, то их практически никто не покупает. Они ушли в интернет. Значит, у них конкуренция со средствами массовой информации уже непосредственно идущими онлайн. И точно так же телевидение, которое смотрят онлайн. Значит, нужно в всё время подогревать страсти. Страсти подогреваются исключительно на ненависти. Если ненависти нет, надо её придумать. Надо её подогреть. Вот то, что мы сейчас, то, что мы наблюдаем сейчас в России, то, что мы наблюдаем сейчас в Соединённых Штатах Америки, это на самом деле очень страшно. Лен, вот тут в этом то, что у тебя прозвучало, ну, не первоапрельское, но уж так получилось. Слово ненависть. Я бы хотел вернуться от вот таких больших мейнстримовых средств массовой информации. Не будем их перечислять, дабы не делать им дополнительные рекламы. Наши слушатели прекрасно знают, кого мы имеем в виду. Какие телеканалы, какие газеты всеамериканские. Но мы от них спустимся на наш бренный русскоязычный рынок. И вот тут обнаруживается такая штука, что несколько дней назад вот нашу сегодняшнюю собеседницу, то бишь Елену Пригову, по очередному доносу, который исключительно делается из чувства такого, в том числе и ненависти, отлучают на месяц из Фейсбука. Ну, отлучают, наверное, то... Третье месяце в течение полу года. Ну, мы с тобой... Первый раз меня антитромбит. Так. Меня жаловались потом, на меня путинисты жаловались. На этот раз на меня пожаловались и сломолюбы, и акисимиты. Вот так. То есть, смотри, интересная штука. Помнишь, год назад на этом же радио, в этой же программе, мы уже обсуждали один твой бан, да? Ну, для тех, кто, может, из наших радиослушателей активно не участвует в работе соцсетей, то есть, не подписан и так далее, может, это немножко надо разъяснить, что в социальной сети Фейсбук есть такая опция, по которой человека могут как удалить с поля футболиста, так вот на какое-то время удалить человека, запретить ему пользоваться своим блогом в этом же Фейсбуке. И что получается? Для того, чтобы это случилось, достаточно кому-то, как в прежние прекрасные времена, вами хорошо, наверное, которые вы помните, быть эдаким Павликом Морозовым, значит, написать так называемую телегу, и человека благополучно, не разбираясь особенно ни в чем, отлучают. Но вот в данном случае вот был интересный момент, ты можешь рассказать, почему случилось такое, и вот странная вещь случилась, что обсуждалась тема, острая тема, связанная вот с этой историей, расстрелом в мечети в Новозеландии, и там наряду с Леной Приговой и другие участники обсуждения что-то свои какие-то комментарии делали. Причем эти комментарии, по сути, не тянут. Исламофобские. Это были исламофобские комментарии. Но интересная вещь. Перед тем, что они исламофобы. Я привела только статистику. Я рассказала о том, что, в общем-то, мы можем спокойно говорить о том, что произошло, произошло, мы можем переживать, мы можем сопереживать, сочувствовать. Но в это же время, например, в Нью-Йорке происходит беснование, беснующиеся собираются, поддерживающие БДС, то есть запрет на израильские товары, фактически запрет Израиля. И они совершенно спокойно происходят. В этот же момент в Бруклин-Калледже собирается толпа исламофилов, скажем так, в кофеях, в хиджабах, и кричат «Интифада». И заканчивается это беснование тем, что они кричат «Смерть Израиля». То есть у нас везде двойные стандарты. И так уже совпало, что в этот же момент Цукерберг издает новый указ по поводу борьбы с белым расизмом. Ну да. Вы понимаете, у нас получается так, расизм бывает... Ну не указ. Он, слава богу, еще до указов не дошел. Ну не указ, но по крайней мере это внутренняя палоса его указа. Вот эта палоса, это фактически указ. Вы понимаете, это верно. Дело в том, что никто не объясняет, по какому принципу будут отлавливать вот белых, тем более расистов, и что у нас вообще подпадает под слово «расизм». Упоминание ислама попадает под слово «расизм». В негативном плане – «расизм». Говоря о черном, кстати, недалее как неделю тому назад начальник рекламного отдела компании «РТВАЙ» был жестоко избит ребятами черными. Он находился на грани вообще жизни и смерти. Это где было? Это в Нью-Йорке было. В Нью-Йорке? Это в Нью-Йорке было. Но как бы об этом все будут молчать, потому что об этом не принято говорить. Сейчас у нас идет фактически, знаете, отстрел каждого говорящего, каждого немолчащего. Знаете, это вот... А потом они пришли за мной. Со мной приходят уже часто. Я не знаю, что такое наступление на мои конституционные права, но мои конституционные права входят вразрез с той политикой, которая существует в частной компании «Фейсбук». Мы живем в выход двойных стандартов, и мы живем в то время, вот 1 апреля. У нас каждый день, 365 дней в году, 1 апреля. Про пожаловать в эпоху. А теперь, позвольте мне перейти, потому что у нас остается буквально 10 минут до перерыва, и после этого мы будем уже принимать звонки и обсуждать с нашими радиослушателями. Ну, вот опять же, в связи с политикой средств массовой информации мы можем поговорить и о том, что же случилось в Украине. То есть, вчера были выборы, и я так полагаю, что те же самые СМИ сыграли немалую роль и в результатах, и вообще в том, как это все проходило. Ну, Лена, ты подробней, может, Миша скажет несколько слов, а это твоя тема, ты уже потом развернешь ее. Я хотел сказать, что это, к сожалению, еще не окончательные результаты, в смысле, это еще первый тур. Мы же взрослые люди, мы понимаем, что уже кто вышел, так сказать, во второй круг и так далее. Что ты скажешь, Настя, еще? Я или кто? Нет, ну, если... Или ты считаешь, что еще... Ну, если Миша говорит, еще рано обсуждать, то ты можешь что-то сделать. Я сегодня утром, мне позвонили мои коллеги с радио «Новое время» и попросили прокомментировать реакцию американских средств «Асовая информация». Это киевское радио, ты добавил. Это украинское радио, одно из самых популярных и очень, кстати, объективных. Там собралась очень хорошая команда действительно журналистов, далеких от пропаганды. Это люди, которых я очень хорошо знаю, и я их очень уважаю. Это честные, порядочные люди. И я как раз вот с утра анализировала реакцию американской и международной прессы на то, что произошло в Украине. Практически, вот если вы открываете ленту разных изданий, первое, что вы увидите, комик победил на выборах. Комик. И вот это комик, оно запоминается, как 25-й кадр, оно запоминается. То есть, когда мы видим, что в стране происходит, а в стране происходит раги-комедия, потому что страна на наши глаза превращается в 95-й квартал. Значит, наверное, страна заслужила этого. Потому что, если мы анализируем вообще все, что произошло, хождение вокруг Пайдана и те обещания, которые Петр Алексеевич дал на крови погибших патриотов, то в течение последних пяти лет страна потеряла 13 тысяч своих граждан. 13 тысяч, которые погибли, защищая Украину. И вот этот параллельный мир, который существует, с одной стороны, COVID, и с другой стороны, да, коррупция есть, да, не так быстро хотелось бы бороться с коррупцией, да. Петр Алексеевич очень неоднозначный человек. И, может быть, в мирное бы время Петр Алексеевич должен был вылететь просто из этого кресла, и его нужно убрать. Но во время войны доверять пост главнокомандующего Комику по меньшей мере смешно. Я себе представила, каким образом за стол переговоров сядут с Комиком солидные организации под названием МВФ, или партнеры военные, партнеры по НАТО, когда Комик собирается договариваться с Путиным. О чем можно договариваться с Путиным? Я не знаю, Путина надо просто давить, давить, давить санкциями. Тогда они говорят. Я очень часто слышу, почему? Причем здесь Украина, у нас здесь свои интересы. Я напомню, господам, что любой изоляционизм, он плохо заканчивается в Европе. Он заканчивается большой войной. Это то же самое, что было накануне Второй мировой войны, когда Америка наблюдала. Америка, которая является вот с рамком безопасности в мире, она не может самоустраниться. Я напомню нашим гражданам, Украина является в настоящий момент полем геополитического сражения. Да, вот так повезло Украине, потому что она находится территориально в том месте, где вот все сходятся противоречия между Востоком и Западом. Да, это постоянная страна, которая будет постоянно терзать и Восток, и Запад. И я хочу напомнить нашим радиослушателям, что Америка является гарантом не только безопасности, но и гарантом перед ТБФ. 3,9 миллиарда долларов Америка гарантирует. И под американские гарантии, это американские, Украина получает деньги на восстановление. Да, не всегда эти деньги доходили до, скажем так, нужных целей, но борьба с коррупцией идет. Хотелось бы, чтобы она шла быстрее, хотелось бы, чтобы мы уже по мгновению палочки видели изменения. Не бывает такого. Нужно менять постепенно весь тот состав, который находится у кормушки на протяжении 28 лет. Это очень тяжело сделать. Ну, смотри, все равно, как ни крути, нет худа без добра. Все-таки это выборы. В них участвует очень много людей. Три-четыре человека. Да. Вы знаете, я хочу вам сказать, как сказал бывший посол Украины, в Украине, он сказал, что демократия в Украине, она грязная, но она все равно есть. Она есть. И вот эти выборы, которые произошли, когда Украина может поменять президента при помощи демократических выборов, и рядом есть сосед восточный, который не может ничего. И вот мы сравним. Вот уровни, все же в сравнении познается. И рядом находится сосед, который не может ничего, и от своего бессилия он будет давить любое проявление свободы у соседа на Западе. Я могу одно сказать. Да, выборы произошли, и слава Богу, что они произошли. Демократия не за один день устанавливается, не при помощи мановения палочки. Не всегда демократия в странах бывшего тоталитаризма и в странах бывшей Евгении во благо этому народу. Потому что демократии нужно учиться. Опыта демократии у Украины она забыла об этом опыте со времен 15 века, потому что, скажем так, то же казачество, та же сечь, это была демократическая республика. Понимаете, и сейчас вот этим навыкам нужно стране по-новому учиться. И ни в коем случае, я хочу, кстати, еще сказать нашим еврейским слушателям, которые постоянно говорят, а при чем здесь Украина, там антисемитов. Господа, Зеленский 100% не юридеет. Это самый лучший ответ по поводу того, что вы говорите, что там есть антисемитизм. Это вообще был удивительный результат. Да, это удивительный результат. Потому что до тех пор, пока вы не снимете шор из глаз и не увидите реальную картину того, что происходит в Украине, я слежу в силу того, что я киевлянка, в силу того, что там живут мои близкие, и в силу того, что мне не безразлично то, что будет там происходить, я наблюдаю. И для меня вот эти факторы являются самым большим ответом и самым большим показателем тех изменений, которые есть в этой стране. Да, ну, в любом случае, чем бы ни закончились выборы, я понимаю, к первому апрелю можно отнести, предположим, высказывание, которое сравнивает господина Зеленского с Рональдом Рейганом. Ну, то есть, тот вроде тоже был артист. Ну, мы понимаем весь юмор, условно. Ближе к Трампу, поскольку ни тот, ни другой к политике никакого отношения не есть. Ну, Даш, как шоумен, он может быть ближе сюда, но именно с Рейганом было сравнение. Почему? Потому что, ну, без учета, конечно, рейгановского периода времени, когда он был чиновником от профсоюза актеров, а потом еще и джернатором после этого. То есть, этот почему-то фактор всегда биографии Рейгана стараются мне не упоминать. Хотя, на самом деле, он был актером, если брать, в общем-то, Лена, не почему-то. Это с советских времен было, потому что надо было подчеркнуть, но это с тем же успехом можно сказать, что Михаил Сергеевич там тракторист стал, стал, то есть, не учитывая его образование и прочего. Если вы мне разрешите, когда мне говорят, что вот мы начали с того, что он раскрученный, раскрученный прессой, да, он был раскручен прессой, Зеленский, он любимец прессы, и больше того, его знают на Западе, потому что компания Netflix купила «Слуга народа», вот этот ситком, который на Netflix тоже идет. То есть, он получает определенную мировую известность. С другой стороны, когда мне говорят, что вот этот олигарх, а этот не олигарх, Зеленский миллионер, и у него часть бизнеса находится в России. То есть, вы понимаете, или мы меряем всех одной меркой, или же мы тогда эти вещи по умолчанию не упоминаем. Да. Ну, ты же знаешь, ты говорила уже сегодня о двойных стандартах, и они, увы, присутствуют, поэтому даже тот частный случай, который с тобой, вот это чистые стандарты, с которыми не только ты сталкиваешься, ты прекрасно знаешь, что, как правило, подвергаются каким-то репрессиям в сети люди правых убеждений, консерваторы, а отнюдь не либералы. Суд подал на Твиттер, как мы упал, на 250 миллионов долларов. И что толку? Да, ну подать-то можно. Толку будет идти, ну подал. Вы знаете, это старый анекдот, когда слон стоит, вернее, стоит человек перед вольером, а там слон, и человек читает, там надпись идет, африканский слон, он съедает 500 килограммов морковки, 500 килограммов еще чего-то, еще чего-то, он говорит, неужели он столько съест? А ему работник зоопарка говорит, да он бы съел, ну кто ж ему столько даст? И вот это вот это состояние, при котором, ну, слушайте, можно судить кого угодно. Да. С точки зрения закона, это частная компания, у нее свои законы. Все. Вот. Я, например, совершенно не переживаю. Значит, каждый раз, когда меня отправляют куда-то в банк, мои оппоненты, так называемые, это говорит о том, что я все правильно делаю. Это характерно. Вот и мы все правильно делаем, особенно, когда кто-нибудь звонит в эфир и высказывает не то, чтобы по сути, а по личности какой-то вот, какие-то свои замечания. Ну, мы надеемся, что сегодня замечания будут только приятного свойства, а пока послушаем несколько минут. Очень важное объявление и вернемся. Готовьте свои вопросы, господа. Я только добавлю. Всякий раз, ну, вы знаете, что мы на Фейсбуке ставим эти программы, которые, ой, на Фейсбуке, в Ютуб на нашем канале ставим эти программы. И вот, скажем, программа «Израиль за неделю», то есть, те программы, в которых упоминается слово «Израиль» или слово «Антисемитизм», Ютуб проверяет дважды. То есть, остальные программы как бы публикуются моментально, а вот там, где «Израиль» и там, где «Антисемитизм», нам приходит сообщение «Ваша программа отправлена, ваш ролик отправлен на дополнительную проверку. Это занимает какое-то время, и только через какое-то время, ну, как правило, они все-таки публикуют наш ролик». Надо писать «Сделано в Иудее Самарии», тогда ты увидишь, что... Да. Хорошо, сделаем небольшой перерыв, уважаемые дамы и господа. Мы обязательно примем все ваши звонки, но уже во втором сегменте нашей программы.